опаньки гуляем сейчас молечкой тут штраф налепили машине здесь стоит вот такой знак и вот налепили штраф там у нас здесь можно стоять только по пропускам у каждого свой пропуск но него пропуск есть я посмотрела просто он стоит под знаком там если не ошибаюсь нельзя стоять больше пяти минут иногда приезжают муниципалы они сидят ждут пять минут если машина не уехала лепят штраф как мы называем горчичник лепят вот ему налепили горчичник потому что он уже стоит больше пяти минут надеюсь я правильно все сказала и сейчас посмотрела сколько ему штраф налепили 40 евро налепили штраф 0 и пошли гулять пошли всем привет дорогие друзья я вас всех приветствую на своем канале сегодня утром знаете от чего я проснулась у нас так гремела ребята сегодня среда до среда сегодня сучьте не помню да сегодня среда у нас тридцатое число ребята скоро ребятам в школу послезавтра до 31 день у нас в этом месяце до пятница получается уже в школу 1 сентября уже ну в общем короче у нас так ребята гремела такой гром был обалдеть моя мулечка прибежала ко мне сидит трясется пока гремела я этом глажу успокаиваю а было по-моему 6 часов утра а я еще после ночной как бы тогда пришла вот но до этого да думаю ну посплю высплюсь тут моя маруська разбудила меня трясется я ее успокаиваю там все но погремела погремела ну вот и как раз мой муж в эту погоду выезжал ему на было на работу я гонок как там на работе доехал нормально все хорошо он гадает все хорошо но потом кто успокоилась потому сколько утром вышли и уже дождя уже не было на улице хорошо тепло спокойно ветра тоже не было ну в общем я правильно сделал что я вчера поехала немножечко полетала над долговой да ой столько комментариями там написали что это за тобой следили смотрели ты отдали я да больше хотели познакомиться или там еще что-то там писали ну вот к это написал что возможно потому что там мост мы бы там снимать нельзя было но мне тогда бы ребята было бы на этом на табло вот написано что здесь нельзя снимать или что что-то понимаете у меня было все все разрешено было как бы у меня не было никакого запрета да поэтому в правилах там что написано нельзя снимать военные объекты нельзя снимать там где аэропорт по моему да нельзя исторические момент города вот вот как старую ригу да нельзя вот снимать там про мосты не помню надо еще раз правило почитать да просто вот не помню я надеюсь что как бы когда мне написали там про мост до мечты так немножко так очканулась немножко я тогда на надеюсь что как бы все нормально будет больше не буду вблизи мостов ничего снимать потому что самом деле вдруг точно мосты нельзя с другой стороны да смотрите мы смотрим новости в новостях же показывают мосты так каком они состоянии то все такое тогда тоже бы новостях бы не показывали бы в новостях же мосты показывает поэтому бред мосты нельзя снимать и тем более не специально что там мост снимать я снимала как бы все и для меня важно было наоборот реку снять мне до моста никакого дела как бы не было да ну вот я думаю нет не знаю короче ребята ничего не знаю вы меня там напугали уже в комментариях некоторые некоторые успокоили некоторые напугали и еще тут меня в комментарии спросили жанна а где вы бы где видео про митинг вы там были ну во первых я не жанна потом человек уже извинился передо мной да да говорит конечно гатру то типа там было много других блогеров все такое нет я на митинге не было а почему не было потому что вы мне не напомнили вы же знаете я сегодня помню завтра не помню не напомнили вот поэтому и не было мне по моему виктор григорьев писал что будет митинг но написал за две недели до этого а мне надо за день напоминать меня надо я ничего не помню ну вот как я сказал это было после ночной приехала домой да и даже если бы я помнила бы я не знаю поехала бы на этот митинге или не поехал вот скажу честно но вот с одной стороны но с другой стороны как потом написать что было много других блогеров тогда бы вот если бы знал что он бы другие блогеры могут поехал в санэте могут встретиться с кем-то познакомиться пообщаться но когда ты была прошла с на митинге я не дала блогера не встретила я не знаю если бы обратно это митинге встретил бы я этих блогеров или нет потому что как-то мне не получается ни с кем встретиться никого никто не вижу я на расставим просто в разных местах да я стою в одном месте не на другом поэтому и не видим друг друга наверное так наверное надо поближе наверно к сцене и те потому что они на сцене а я помню когда была на битинге я стояла в средине толпы вот поэтому я как-то никого не встречаю но ты себя знал как выпить это там много было до других блогеры было бы тогда конечно интересно было поехать поставить это пообщаться бы с удовольствием познакомилась бы почему бы нет ну не было да и да что мы с вами забыли сделать я не помните а я вот вспомнила я вот думаю сейчас все свои дела сделала ягу полежу немножко телек посмотрю не тут то было сейчас он покажет что мы с вами забыли сделать секундочку сейчас покажу это что это что пройдет там и с вами забыли кто-то просил вместе с вами сделать ленивые вареники вещь вам не просит сделать вместе тостики ленивые вареники делала уже много раз и все вы меня просите просите момент это как я рассказываю как я готовлю да как я уже говорила людям нравится смотреть на огонь на воду и как работают другие люди ну конечно же я вам покажу мне не сложно совершенно но так по быстренько покажу потому что я боюсь что может кому-то уже надоело все это это как я делаю типа не раз уже видели но правда ни разу такого не писали что о опять эти тосты опять эти ленивые вареники никто ни разу не написал все наоборот просит сделать еще раз но друзья раз вы просите но сделаем вместе с вами мне конечно же не жалко сразу подготавливаю такие подносики в одном буду обваливать нарезать в другой буду складывать да ну а потом будем варить сюда их подготавливаю сразу заранее и сразу посыплю муку чтоб потом уже не лезть ничего не искать сразу подготовлю кастрюлю с водой а потом начну делать вареники налью водичку сразу пускай нагревается добавлю сразу соль вот так вот как на пельма быть чуть меньше чем как на пельмени сразу насыплю муку как я сказала да сюда побольше на второй поднос поменьше но все сейчас будем с вами делать тесто сразу подготовила сахар который буду посыпать вареники и сливочное масло но я его попозже растоплю сейчас пока так поставила потому что пока и налеплю но опять может быть но может застыть поэтому потом растоплю буду поливать и посыпать сахаром творог у меня девятипроцентный и здесь один килограмм сюда в творог добавляют два яйца много яиц не кладу потому что чем больше яиц тем больше надо муки а когда много муки они тогда получатся такие более мучные а мне нравится когда они более такие творожные ленивые вареники хотя яйца у меня маленькие я потом посмотрим и быть я еще добавлю это потому что это очень маленькие яйца добавляю сюда мелкой соли вот так может быть пол чайной ложки где-то сахар добавляю сюда но где-то сейчас раз два три четыре пять столовых ложек примерно вот так вот все по вкусу добавлять ребята беру вилочку и так вот вилочкой все так вот разминаю чтобы разбить хорошенечко так творог в однородную массу так сделать слушать и но яйца маленькие вы знаете что я обычно я покупаю на базе они там крупные в два раза поэтому я добавлю еще одно яйцо да еще одно добавляется сейчас секундочку я уже вижу что будет мало значит это вот три маленьких яйца помните даже вам показывала до яйца какие на базе мы берем крупные и какие магазине мелкие поэтому если у вас очень крупные яйца на килограмм-то врага хватит и духе хотя хотя раньше я клала больше я и да а потом с каждым разом как-то все уменьшала потому что смотрю когда много есть мне приходится много добавлять муки и мне это не нравилось и в итоге вот два крупных яйца или три маленьких яйца но сейчас главное хорошо растереть творог надо да да кстати у меня еще спрашивали про пожар кто горел что горела ну в общем сосед наш поставил варить суп и пошел к другому соседу ну и как это бывает забыл что суп там него вас заболтались наверно знаете когда и в итоге только чухну тогда когда уже приехали пожарные или когда сигнализация сработала наверное тогда может быть чухнул да ну вот и вонь до сих пор стоит но вонь не дыма да вот этого вот а именно этой приготовленный такой пригоревший такой да вот еды вот там видимо жидкость выкипела вся но вот и даться пригорела дым как такового дыма как бы я не сказала старалась подъезд не открывать потому что когда я открыла дверь хорошо что у нас такой еще предбанить еще одна дверь и к нам квартиру вонь хотя бы не шла это да но я не знаю был то победит дым не был данных просто когда я потом выходила собакой гулять вонь такая ужасная вонь стояла просто ужасная ну вот но все обошлось все хорошо встретила этого соседа на улице там но ни одного несколько спросила кто горел что случилось мне все рассказали и еще извинился сосед там если что он был трезвый не подумайте там что могут пьяные были ли что не был трезвый извинился год просто готов шел пока суп париться и забыл просто про него так вот так чтобы вот такие ситуации ребята человек еще извинился у меня творог такой крупнозернистый средней влажности не сильно сухой не сильно влажной потому что когда влажный сильно творог тогда тоже больше муки потребуется сейчас буду добавлять муку добавлять буду ложкой из-под мультиварки чтобы более-менее было понятно вам да муку и добавляю ребята столько вот мы понимаете вот вот как только творог начинает схватываться все я больше муку не добавляю прекрасно вареники держат свою форму не надо много добавлять муки раньше еще добавлял знаете что разрыхлитель я думала за счет него они станутся были пышные как-то адреса забыла добавить разрыхлитель они такие самые были пышные поэтому разрыхлите больше не добавляю ну вот одна ложка муки из-под мультиварки сейчас посмотрим хватит ее или не хватит также вилочкой вот так вот размешиваю нет не хватит еще одну точно надо будет добавить я как-то вот все знаете вот чувствую как-то у меня как-то вот я все делаю на глаз ну добавлю еще одну ложечку сейчас возможно даже и хватит ну вот возможно да потому что не надо чтобы сильно творог отделялся друг от друга иначе потом будет формировать вареник тяжело вам потому что вы сейчас она его обваливается этот вареник в муке так ну сейчас ну давайте пол ложечки еще добавим пол ложечки все точно хватит теперь да точно хватит потому что уже такой немножко отделяется порог друг от друга чуть-чуть отделяется все этого достаточно и уже так тяжело перемешивается вот видите масса такая становится вязкая такая да и вот так вот тяжело перемешивается все муки значит точно хватит больше не надо и все вас прекрасно будет лепиться и ничего не будет разваливаться не бойтесь вот видите какое массово до две с половиной ложки из под мультиварки на килограмм творога да у меня получилось и теперь вот такой большой ложкой это больше чем столовая я так вот захватываю и будут раскатывать такой сразу много вы не можете взять по мне вы не сможете раскатывать вам не хватит в столах поэтому беру понемножку всегда вот кладу сюда так что дальше делаю дальше вот такой беру так вот посыпать немножко мукой вот такой до в круговую и формирую такой вот так вот чтобы он весь такой знаете утрамбовался колобочек однородным стал да вот таким вот делаю так вот видите к рукам не прилипает вот так но все вроде такой стал уже однородный и теперь что берем берем теперь раскатываем вот такого до колбаску делаем размер вареников делайте какой вам больше нравится да ну вот раскатали колбаску с вами сейчас еще немножечко так вот ведь какая колбаска длинненькая получается и нарезаем так но такие я делаю вареники они потом стану увеличится в объеме когда бы творится так и что делаю дальше эти швы тоже обрабатываю мукой вот обязательно да и когда вы будете в кипящей воду опускать они как бы склеятся дома к их склеит эти швы и ничего от не будет разваливаться и так поступаю со всем тестом как правильно сказать тесто не тесто со всей массой творожной скажем тогда для ленивых вареников ведь вот все края чтоб все в муке было бы я уже поставила воду кипятить да сейчас скоро закипит и буду с вами вот сделала порцию по карте будет вариться я начну уже другую порцию сделать но водичка закипела уже и сейчас мы опускаем сюда вареники когда вареники всплывут я варю где-то до 2 минут примерно уже растопилась у меня сливочное масло в микроволновке сейчас сюда все скидываем сразу много не надо в кастрюлю бросать не знаю поместится все не поместится сейчас посмотрим наверно хватит сам и вот так вот встряхиваем кастрюльку вот так вот да не ложкой туда пока лезем а просто кастрюльку так вот чтобы они не прилипли но когда я так покипели немножечко уже до полминутки хотя бы уже можно взять какую-то ложечку и ложечкой так вот проверить не прилипли ли они вот ведь ничего не прилипло все прекрасно отходят уменьшаем огонь и ждем когда всплывут ну а я пока следующее делаю пока там варится ведь все ребята легко быстро и вкусно самое главное что все вкусно вот так вот все обваляли швы до складываем всего все легко просто ребятки кто-то уже готовил мои вареники поблагодарили сказали что муж вообще такие из творога вещи не нет ни вещи а блюда не ест а тут с удовольствием поел ну я очень рада ребята что вам нравится ну вот вареники ведь уже всплыли но сейчас минутки две поварюшка они там внутри проварились и они уже увеличивается ведь в аргеме так что разрыхлитель не нужен ребята прошло две минуты я уже варю третью минуту и так вот посмотри и смотрите какие не стали ведь и большие и нигде не отходит творог посмотрите вообще нет творога я потом буду сливать воду я вам покажу дно кастрюли сколько там будет чиститок чистите господи из творога вот эти минуты значит чуть больше чем две минуты варим до от двух до трех минут и все зависит от размера вареников у меня пошла 3 минута но не хочется еще поварить я вот смотрю на них хочу еще поварить немножко ну три минуты моем случае если у вас меньше вареники две минуты да все зависит от их размеры две-три минуты варим ну все прошло почти три минуты достаю их шумовкой да у меня спрашивает где покупала такую шумовку на алиэкспресс ребята покупала ее знаю что будете спрашивать потому что много новеньких и складываем их в отдельную посуду ну и посыпаю сейчас их вот так вот сахар очкам сахар немножко сейчас как бы застыл да вот так посыпаю буквально так немножечко я люблю хруст сахар очка хотя он растает этот хруст но все равно мне очень нравится и поливая сейчас еще сливочным маслом они будут более сливочные и не будет между собой слипаться и стряхиваем немножечко и и следующая партия загружаем варить я уже загрузила и встряхиваю чуть-чуть но не стряхивая кручу тогда ну вот они уже начали всплывать даже сейчас на плите поставлю три минуты вот посмотрим вот и поставил ровно три минуты и ждем так но плита запищала прошло три минуты этот таймер у меня пищит так проверяем ну что что пища сейчас тебя тоже отключила но в совете какие пышненькие красивенькие так все снимаем так так и Добавляем варенье. Добавляем варенье. Ну и давайте сейчас вместе с вами солью воду. Но я открою кран, потому что нельзя горячее сливать в раковину. Но все равно будет видно, есть творог или нет творог там. Давайте сливаем. Видите, у нас вареники не развалились, не развалились. Посмотрите, да? Видите? Вот так вот выглядит. И вот так вот раковина. Творога нет вообще. Здесь в кастрюле, видите, все чисто. Вот буквально последняя партия немножко у меня прилипла, потому что я забыла вот так вот размешать, потрясти забыла. Отвлеклась немножко, да? И поэтому немножко прилипли. Как вы видите, да? Ничего, творог не отделяется, ничего не рассыпается. Все цельное. Все нормально. Ну и сейчас, друзья, самое приятное в этой процедуре – дегустация. Я разморозила перетертую клубнику, именно перетертую, не сваренную, а вот именно с перетертой мне нравится клубникой. Добавлю сметанки и все. И больше, что еще надо для вкуснятины, для счастья? Пробуем! Добавлю сметанки и все. Ну, давайте сначала на видео разломаю, откушу, вернее, покажу вам в разрезе, можно так сказать. Видите? Очень нежные получились. Хорошие варенички. Так, не фокусируется. Вот. Ну что, друзья, вы знаете, я не люблю есть на камеру. Ну, давайте попробуем. Сейчас. Пока вся эта фотосессия, пока съемка, они уже, ребята, просто остыли. Ну, даже уже остывшие, они тоже вкусные. В общем, вы просили, я показала. Готовьте на здоровье. И еще раз всем приятного аппетита. Ну, все, я уже поела. Посуду уже помыла. Надеюсь, друзья, я смотивировала вас на приготовление ленивых вареников. Да, кстати, хочу отчитаться за свою рыбалку. В общем, мне осталось поймать, ребята, меньше пяти штук. Потому что я вот когда уже смотрю, но осталось, осталось все немножко. Смотрите, вот недавно подрезала растение. И опять заросли какие, видите, да? А, ну кто не в курсе, как-то я резко начала говорить, да? Я вылавливаю отсюда коридорусов, это сомики. У меня их очень много наплодилось. Они вот эту вот травку все вырывают у меня. И перенаселение уже в аквариуме. Вот там у меня сомики панда плавают. А коридорусы они уже такие, как будто поняли, что их становится все меньше и меньше. Видимо, хозяйка их вылавливает, и все. Ну, вот все-таки иногда заплывают сюда, когда я сижу, и стараюсь выловить. Вчера, по-моему, одного поймала. Или не одного, или поздно вчера поймала, не знаю. Сегодня еще не одного не поймала. Вот этих оставшихся в аквариуме. Не знаю, сколько я еще дней буду их вылавливать, да? Но аквариум опять зарос, ребята. И вот они, эти выловленные плавают. Вот они. Сколько их, видите? О, как тараканы, как тараканы. Здесь отсвечивает окно, поэтому плохо видно немножечко. А сколько их много. Это столько наплодилось. Я всего купила шесть штуки. И сколько их наплодилось. Ужас просто. А малечка лежит, отдыхает. Утром так трясло ее девочку. Испугалась грома. Говорит, мамочка, я боюсь. Забежала ко мне на кровать, запрыгнула. К мамке под мышку. Говорит, мам, я боюсь. А сейчас довольная такая, смелая, что тишина, все хорошо. Сейчас немножко прилегла и читаю ваши комментарии. И тут из Литвы мне написали, что якобы кто-то смотрел нашего латвийского блогера и пишет, правда ли он сказал то, что у вас там на Латвии опять надвигается буря, опять очень крупный град, скулак и все такое. Не знаю, именно в Риге, я говорю, за Ригу, да, в Риге был утром сильный ливень и была гроза. Града у нас не было. Возможно, где-то по районам, где-то или где-то в других местах был град. Он, знаете, этот град падает как-то так, по зонам. Он не везде падает, да. Как вот в прошлый раз, да. У нас в Риге был мелкий град, ну вот. А в Добовском крае, там крупный, вот скулак прям был град, да. Побило много домов, побило, машин много побило, да, как бы побил, град побил, да. Ну вот, поэтому как-то так. В Риге нормально было. Я еще не заходила, не читала новости, потому что вечером будут уже вечерние новости, и тогда я уже вечером посмотрю, что, как, где, что прошло. Но вот пока сто процентов ответить не могу. Я просто вот говорю за Ригу. Как бы написали, это правда или опять фейк какой-нибудь. И якобы, типа, местные метеорологи молчат, ничего не предупреждают. Якобы это вычитали, что якобы предупредили какие-то европейские метеорологи, что в Латвии будет такое-то и такое-то, что-то такое будет. В общем, ну, в Риге было, ну, как спокойно, собачка моя понервничала, да, гроза и ливень. Восколько начался, не знаю, я проснулась после шести, меня разбудила гроза. Но вот, во сколько она началась, не знаю, потому что это было рано утром. Также очень много пишут с благодарностью за красивое видео, интересное. Ну, наверное, там, где я летаю на дроне, там все дела, короче. Я очень рада, что вам нравится. Я с удовольствием буду еще летать. Еще хочу такой комментарий зачитать. Рута, добрый день, спасибо за обзор, природа у вас замечательная. Мне понравилось, как вы ведете машину. У меня снаха из Латвии. А как я веду машину, интересно. Улыбнул комментарий меня этот. Еще, знаете, такой странный комментарий. У вас горит у соседей, а вам не холодно, не жарко. Вот вы соседи. Я чуть не поняла, какие претензии ко мне. И самому хозяину не холодно и не жарко. Интересно, да? И горит, как горит. Просто дым был, там ничего не горело. Там кастрюли просто, не знаю, там еда плавилась. Там еще никакого пожара-то не было. И вызвали, между прочим, даже не знаю. Или это с помощью сигнализации. Сигнализация заработала, да? И сразу приехали пожарные. Я даже знать не знала, что горит. Я просто когда увидела пожарных, да? Тогда я поняла, что что-то происходит. Я даже запаха не чувствовала, пока не открыла потом свою эту дверь. Какие ко мне вообще претензии? Вот народу лишь бы что-нибудь написать, лишь бы уколоть. Не зная ситуации, да? Вот лишь бы что-нибудь это самое... Блин, честно, иногда просто возмущают, да? Если сами хозяева, им по барабану что-то происходит у них там, в их же собственной квартире. Я, может, еще и виноват, может быть? Зашибись, короче. Еще такой этот комментарий. А стучать учат сейчас уже со школы. Назвали это патриотизмом и бдительностью. Жаль, что люди стали злыми и агрессивными. Да, я с вами полностью согласна. Ну, а некоторые, наоборот, когда многим людям уже надоело вся эта злость, вся эта агрессия, они наоборот, они наоборот идут в противовес, стараются быть более добрыми и более улыбчивыми, потому что надоела вся эта злость, надоели эти хмурые лица, да? Надоело уже все. И начинают, ребята, надо с себя, да? Не надо говорить на всех остальных, что как бы злые и хмурые. Начните улыбаться, и другой человек, глядя на вас, тоже начнет улыбаться. Поэтому начинаем с себя и начинаем все к жизни немножко. Ну, не то, что к жизни, а на все это смотреть. Да, все это бесит, все это раздражает, что происходит. Но мы ничего изменить не можем, к сожалению. Ну, мы хотя бы можем, хотя бы, как бы для себя жить более как-то позитивно, искать какие-то хорошие моменты в жизни, да? Потому что если все время думать о том, что происходит, ну, ребята, это можно просто с ума сойти тогда. Поэтому и надеяться, конечно, на лучшее, что рано или поздно все это закончится, и все у нас у всех будет хорошо. Еще такой комментарий. Рута, спасибо за возможность посмотреть на Ригу с высоты птичьего полета. Кадры невероятно красивые. Никогда не пойму людей, которым надо при любой возможности напакостить. Вот как этому курьеру. Мешал ваш дрон? Будем надеяться, что все обойдется. Ну, ребята, это мои, конечно, предположения, но интуиция меня редко обманывает, да? Он, скорее всего, наблюдал и думал, что я такое там делаю, да? Просто, понимаете, если бы я, например, хотя бы села в машину, уехала бы, а он там еще оставался бы, там копался, что-нибудь там делал бы, может, там документы какие-то заполнял или еще что-то, а то стоило мне сесть в машину, как он сразу, он убедился, что это моя машина, по номеру машины можно же определить человека, да? Хозяина машины там все. Он сразу уехал, и поэтому у меня такие подозрения. Может быть, я не права? Ну, как-то интуиция мне подсказывает, что я права. А, вот еще хочу ответить на комментарии. Меня тут спросили, где я покупала, вот этот, когда я готовила омлет, да, и я ставила в такую подставку, ну, как подставку, с крышкой, да? Спрашивали, где я покупала эту тарелку с крышкой. Я покупала на 220 ЛВ. У меня есть такие несколько, разного размера, разные модели, я вам сейчас покажу. Ну, вот, есть такая вот поменьше. Я вот в эту клала яичницу тогда, да, вот про это вы спрашиваете. Только здесь не стеклянные крышки, а пластиковые. И вот такая вот продолговато есть. Вот такое мне нравится, знаете, я делаю, когда муссовые торты. Правда, уже давно не делала. У меня есть любимая форма для муссовых тортов, такая продолговатая. И вот как раз эту вот посудину я взяла именно, чтобы класть туда, вот, например, муссовые торты. Да, вот так вот положил, так вот накрыл. Очень хорошо будет хранить муссовые торты. Ну, вот здесь можно, конечно, все, что угодно хранить. Булочки, хлебушек, ну, вообще, все, что хотите. Да, это очень удобно. Ну, что, дорогие друзья, вот такое видео у нас сегодня с вами получился. Вот такой вот влог. И давайте, как все по традиции, с всем, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я с вами прощаюсь и увидимся с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok